что горячая что принесла что ты в камеру не влазит он такой здоровый правда вот вам и соски и соски кешь отвлекая на помолчу давай есть мало поел давай хамрюша иди сюда на хамер ну ладно хотела уходить а он так иногда мне такие номера выкидывает чу не так так сегодня не пойму хорошо разогрела все уж помолчу потом скажу свою мысль все ухожу как хочешь ну и ладно ведро с комбикорником ведро к кастрюлю ставила говорю ставлю ведро на неважно нет нет сейчас мы гулять не будем сейчас утро ты ж знаю поэтому и не выходит не 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 я ухожу мне некогда ухожу и козленку вот так вот пучочек сенка ну и травки пока есть трава вот так вот где у меня пальцы перетягиваю веревочками и туда ему вешаю сейчас подвешу вчера было все он что съел что растаскал вот веревочки вот здесь прям на стенку на какую-нибудь вешаю туда вот так вот затягиваете и перетягиваю он доберется здесь и до травки да все я пошла мне некогда нет 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 я пошла ешь и травку жует он естественно ему полтора месяца ухожу доброе утро что хотел это сказать по ходу по ходу возникла мысль а по поводу кормления там его кормили по поводу кормления что нужно кормить именно сосками я никогда не кормила и сосок никогда хотя несколько раз пыталась я покупала и специальные эти соски и специальные эти бутылки не никак зря там что попало какие-то там из аптеки нет я покупала специальные не получалось не у меня приучать может то скорее всего от того что мне не удобно это и поэтому мне не очень-то получается и козлята нет я правда в раз пыталась вообще ни в какой они не брали эти соски да я нафиг их чашки и стала камень потом ведра у меня есть стоят может кто-то видел когда год назад два я их покупала ведра с сосками с несколькими на 6 по-моему козлят или на 8 я покупала на 6 наверное нет и ни в какую я кормлю все время из чашки и этого ребенка кормили там из соски ну тоже он же у матери сосет вы именно это же ну как все говорят да не физиологично это неправильно кормить из чашки козленок там будет какой-то больной все будет не так все все это ерунда вот я сейчас поймите меня правильно я сейчас не призываю все побросать и кормить что правильное решение только из чашки нет мне так удобней конечно когда большое хозяйство когда много козлят подходить и каждому давать чашку на это уходит много времени ставить тазики им но это тоже опять кто-то кто-то пился здоровенный стал мне это удобно в моем хозяйстве каждый думает естественно как им а кто-то в общую в какую-то поилку наливает ничего каждый для себя выбирает способ кормления это я к тому что видите он он просто огромный для своего возраста он он прям как мутант какой-то он как на дрожжах растет хотя бьет немного молока а кстати ведро я забыла там да и пойду пока козлятам сена давала другим так что здесь вы выбираете чисто как вам удобнее как вам быстрее и лучше это я просто говорю про тот момент что козлята не будут больными если больными слабыми хилым если они выкормлены из чашки как это утверждают некоторые это я вот к этому просто и я не разу и я ни разу не сказала что вообще категорически не нельзя кормить соски и не нужно потому что я кормлюсь чашки значит нет я просто говорю что каждый выбирает способ для себя это что вот это утверждение а есть хозяйство хорошие хозяйства где кормят из ведерчик без сосок тоже можно приспособить когда у вас несколько козлят сразу можно просто приспособить место кормления и точно так же как и бутылки только ставится ведерочки и козлята подбегает и пьет каждый своего ведерочка это это зависит только от вас как вам нужно нам дали в дорогу эту бутылку на бутылка простая просто из-под водички бутылка соски эти дешевые с алиэкспресс можно купить можно купить специальные они будут подороже естественно покачественней что я и покупала но они мне не пригодились можно закупиться просто с алиэкспресс и просто напросто из-под водички бутылки есть уже опять себе другие вопросы а как промыть чашку или бутылку с соской что что проще что быстрее здесь чисто я говорю вот зависит от вас от ваших заморочек как вам нужно но ни в коем случае я просто хочу сказать про что да и уже сказала да что это неплохо это не вредно кормить из чашки вот и все меня ждут пока только доится ну а сегодня перепелочки все сейчас потрошить буду пока перепелки стоят я сейчас хороший сгусток не перестоял он стоял меня ждал пока я почищу перепелок для брынзы это не страшно это наоборот плюс кислотность еще наросла так то уже нужно было какое-то время назад все это разрезать и помешать ну было некогда с брынзой это вообще не страшно с другим сыром так поступать нельзя чесночок паприка смели-сунели сладкие перцы не обстоѣ сладенько не Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...